Железнодорожный район города Барнаула – частный сектор. Садовая, дорожная, индустриальная. На какую улицу не свернешь, асфальт есть везде. И только на этом отрезке улицы Червоная люди продолжают плавать в грязи и задыхаться от пыли. Песок и камни – это все, чем на протяжении нескольких лет приходится довольствоваться этим людям. Причем большую часть гравия и щебня накидали сами за свой счет. Раньше не было и этого. Там чистенько все оборудовано, заасфальтировано, а у нас как в глухой деревне. 100 метров до асфальта и домой вся эта грязь тащится, вся эта пыль и все. Весь город заасфальтировали. Мы что, проклятые здесь что ли? Весь город. Понавозили, вот видите, грунта этого, щебню. Все и по каким причинам нас не стали, мы не знаем. Пока на одном отрезке Червонной жители наслаждаются чистой и ровной дорогой, от Садовой до Антона Петрова по-прежнему прыгают на кочках и ловят ямы. Ситуация обостряется с приходом весны. Дорога превращается в сплошное грязное месиво. Там вот бугор, там яма, там вот здесь вот постоянно вот эта вот вода туда. Если, например, ливень, дождь, вся вода туда, вот туда ручьем и идет. Восень все топит здесь. Ну, конечно. Копают эти все. По грязи, по этой вот ходим и все. Вот там по асфальту, а здесь вот идешь уже чуть ли не по колено домой и все. Значит, нам надо как? До туда дойти в болотных сапогах, а потом одевать туфельки и пошел вперед. Выйти из списка изгоев люди пытались. Неоднократно обращались к органам власти. Написали, значит, в райисполком, там туда-сюда, в райисполком. Они говорят, так, ребята, у вас тут асфальтик лежит, все хорошо у вас. Мы делов не знаем. У вас 30 лет уже асфальт как лежит. Вторичный, говорит, мой, как еще? Кто нашу дорогу украл. Разбирайтесь там, кто нашу дорогу украл. В 93-м году его здесь уже уважили. И все деньги взяли, все-все, и должен лежать. Ну и все, и так и лежит. Ездить неудобно. То есть нам очень нужен асфальт, за который вот говорят, что он у нас был. Должен быть. Должен быть. Власть не видит проблемы, а жители – асфальта. Это обращение было сделано еще в 2017 году. Барнаульский комитет по дорожному хозяйству обещал учесть этот участок при формировании перечня объектов на 2019 год. А это ответ комитета для нашей редакции. Май 2022-го. Не асфальтированные 200 метров улицы так и не учли. Лишь посоветовали жителям обратиться в администрацию района, чтобы участок все же включили в план работ по ремонту дорог. Правда, уже в рамках программы на 2023 и последующие годы. Но есть ли гарантия, что на следующее обращение людей обратят внимание? София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком.